Здравствуйте! Меня зовут Лада Смирнова, и я приглашаю вас в небольшое путешествие по нашей виртуальной школе английского языка. Мы находимся на титульной страничке, с которой начинаем путь. Посередине выведены клавиши быстрого доступа к разнообразным ресурсам сайта. Но прежде чем мы ими воспользуемся, я коротко расскажу, как проходит обучение в нашей школе. Итак, основу курса составляют не менее 16 часов аудиторных занятий с преподавателем face-to-face в нашем учебном центре, в центре Москвы. В дополнение к ним вам предстоит заниматься английским еще 8 часов в месяц, которые вы проведете у своего компьютера, выполняя разнообразные задания. Их вы делаете в синхронном режиме, то есть сами планируете время занятий. 8 часов – это время условное. Например, в нашем ресурсном центре Можно пропадать часами, исследуя и открывая для себя новые-новые возможности интернета. Неотъемлемой частью каждого задания является assignment, которое присутствует в каждом курсе. Давайте посмотрим пример такого assignment. Вот мы с вами вошли уже в само пространство. Вот мы видим разные типы assignments. Ну, например, вот такой. Для хорошего выполнения, качественного любого assignment вам понадобятся непременно словари. Давайте посмотрим этот отдел нашего ресурсного центра. На этой страничке дан не только перечень словарей, но и комментарии тех, кто уже ими пользовался. Кстати, вы тоже легко можете оставить комментарии на любую тему. И у вас для этого существует четыре способа. Первый – вы можете это сделать на форуме. Второй – вы можете оставить комментарий непосредственно в том, на той страничке, по поводу которой вы комментируете. Далее вы можете пообщаться в чате и тоже поделиться своими впечатлениями или какими-то находками в курсе. И четвертый способ – это месседжи. Вы можете послать сообщения или всем студентам своей группы, или каждому, или кому-то, кому вы хотите. После того, как вы усердно поработали, у вас накопилось достаточное количество фраз, которые нужно обязательно записывать, то есть формировать свой глоссарий. Делать это можно разными способами. Вот давайте посмотрим, как это можно делать, допустим, вот таким способом. Вот на этой страничке вам подробно объясняется, как формировать свой глоссарий. Вы можете внимательно это прочитать и делать это сами. Путешествовать по нашему виртуальному пространству можно до бесконечности. Можно, например, пройтись по разным курсам. Вот давайте посмотрим, например, здесь данный перечень курсов, давайте посмотрим курс. Давайте вот такой вот курс посмотрим. Вот. Значит, это вот введение в курс. Далее идут задания. Видите, они расписаны по неделю. Week 1, week 2, week 3 и так далее. Week 4. Каждая неделя начинается с какого-то короткого комментария. Дальше идут задания. И в конце вы выполняете что-то вот такое, что-то типа assignment, которое мы с вами видели. Но я с вами прощаюсь. И надеюсь, что мы с вами встретимся еще в нашем центре. Не только онлайн. Онлайн.